здравствуйте дорогие друзья я ведущая анна и мы начинаем серию радио и видео программ посвященных 80-летию и навещания китая все гости в студии мои коллеги свидетели развития и навещания на русском языке и так слушайте нас смотрите нас мой сегодняшний гость ван сяудон ранее тоже работал в навещании на международном радио китая к сожалению сегодня он не смог прийти к нам сюда в студию но любезно предоставил свою запись давайте ее послушаем ван сяудон опытный переводчик корреспондент работал на международном радио китая ныне это медиа корпорация китая с 1985 по 1995 годы стаж и навещания 10 лет я начал изучать русский язык еще в школе 1982 году сразу же после окончания университета я стал работать в русской редакции международном радио китая я проработал в навещании десять лет первые несколько лет я в основном занимался переводом с китайского на русский часто которые интервью в свое время я добился определенных успехов что было очень полезно для моей профессиональной карьеры позже по разным причинам я ушел с радио но слежу за вещанием на русском языке в течение 10 лет работы на радио я готовил интервью в различные спортивные соревнования все это стало незабываемым опытом тогда я часто готовил спортивные репортажи всем известно что дух спортивной борьбы выходит за рамки стран а общение спортсменов простой естественный мост дружбы прекрасным примером служит события которые в истории назвали пинг-понковая дипломатия брить идет о спортивном общении китая и сша 1970 годов на фоне которого страны сделали первый шаг в сторону нормализации двусторонних отношений это безусловно было прорывом а еще была гимнастическая дипломатия это уже было между китаем и советским союзом на рубеже 70 80 годов прошлого века китайско-советских отношениях наступил хрупкий этап урегулирования но это не оказало негативного влияния на спортивные обмены между двумя странами тут можно также привести пример легендарного короля китайской гимнастики линина это спортсмен нёс факел олимпийской игры 2008 года в пекине участвовал во многих соревнованиях в россии я лично много раз брал в него интервью он мне рассказывал о дружбе с российскими коллегами 1881 году линин участвовал в чемпионате мира в россии он сказал что российские спортсмены оказали ему большую помощь и стали его лучшими друзьями он сказал что очень рад тому что смог внести свой вклад в укрепление дружбы между народами двух стран однажды я взял интервью у знаменитой волейболистки лан бин который потом стала тренером женской волейбольной команды говоря о противостоянии сборных китая и россии она сказала что на площадке мы соперники а после соревнований мы друзья в конце 80-х годов делегация главного управления по телам радио кино и деревитями совершила двухнедельный рабочий визит в россию я был переводчиком и корреспондентом освещал деятельности делегации которая объездила десятки городов везде и всюду сорила дружественная атмосфера визит увенчался успехом одним из результатов того визита было открытие карпункта нашим радио в москве это новая платформа для будущих обменов между китайскими и российскими сми мне посчастливилось участвовать и подготовки открытия карпункта и этим я до сих пор горжусь думаю что нам надо побольше рассказывать и всему миру о событиях в китае и жизни китайского народа я считаю что журналистика это профессия колоссальных возможностей она соображена с высокой миссией и зачастую с большим риском поэтому журналисты должен серьезно относиться к работе учиться серьезной миллионности он должен быть благородным человеком обладать нравственностью и журналистской этикой кроме того он тоже ответственно относиться к работе чтобы выполнить все задачи качественно и вовремя также он должен быть подкован в своей профессиональной области обладать особенными навыками и способностями чтобы преодолевать трудности в работе и стремиться к успеху может быть это звучит высокопарно но я считаю что журналисты при необходимости должен быть готов пожертвовать своей репутацией и даже жизнью все мои коллеги невзирая на возраст работают отлично они большие энтузиасты и подвижники своего дела рассказывают правду и отстаивают справедливости служат народу и обществу члены коллектива русской редакции способны достичь успехов не только в работе они постоянно самосовершенствуются они ежедневно сталкиваются с различными проблемами и вызовами поэтому они должны идти много со временем повышать уровень знаний и навыков учиться учиться еще раз учиться я очень скучаю по моим коллегам которые упорно трутятся во всех уголках страны любое дело требует колоссальных усилий если вы хотите добиться успеха а сейчас пользуюсь случаем я хочу искренне пожелать моим коллегам счастья и удачи желаю вечного просвидания дружбы между китайским и российским народами поздравляю с 80-летием китайского и навещания я буду следить за развитие и навещания на русском языке и по мере возможности способствовать укреплению дружбы между народами китая и россии спасибо за внимание